Так, и сейчас с нами на связи Олег Шамшур, бывший посол Украины, США и Франции. Олег Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Как опытный дипломат, расскажите, пожалуйста, о важности вот этих телефонных разговоров нашего президента с лидерами других стран. За прошедшие сутки были телефонные контакты Владимира Зеленского, это те, которые известны из сводки новостей, со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он поблагодарил за помощь и поддержку, еще раз отметил, как важно усиливать давление на государство-террорист. В общем, это те вещи, которые и так каждый день звучат от нашего президента на весь мир. И вот разговор с Мунелем Макроном, разговор о войне, о визите миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в целом о том, как Украина противодействует агрессии. Что означают эти контакты на дипломатическом уровне, каково их значение? Контакты между руководством государства важны в принципе, а особенно они важны во время войны. То есть это возможность уточнить какие-то позиции, сообщить какую-то информацию, возможно переубедить собеседника, изложив свою точку зрения, приведя соответственную аргументацию. Ну, мы, естественно, должны понимать, что нам, очевидно, известно не все, о чем говорят лидеры. Возможно, обсуждаются какие-то и наверняка даже обсуждаются конфиденциальные вопросы. То есть это абсолютно необходимый канал общения, особенно сейчас. То есть общение прямого, не через дипломатов, а напрямую между, в данном случае, президентом Украины и его собеседниками, или его уровня, или, по крайней мере, теми, кто занимает столькие посты в наших государственных партнерах. Скажите, а можно ли сказать, что вот сейчас среди мировых лидеров есть некая конкуренция за возможность стать миротворцем в военном конфликте, развязанном Россией против Украины? Вот тот же Макрон после начала полномасштабного вторжения продолжал звонить Путину. Мы помним его слова о необходимости позволить сохранить лицо российскому лидеру. И вот на днях он снова говорил, что необходимо продолжать диалог с Россией. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган с одной стороны поставляет нам Байрактар, с другой ездит в Сочи и, как подозревают аналитики, помогает в некоторых сферах России обходить западные санкции. А с третьей стороны пытается тоже, как и Макрон, примерить на себя роль миротворца и усадить за стол переговоров в Турции Владимира Зеленского с Путиным. И сегодня вот Эрдоган очень интересно высказался, что, мол, сама Европа виновата в своих энергетических проблемах, таким образом снова где-то подыграл Путину. Все хотят что, на двух стульях усидеть? Я бы не сказал, что все. И тут ситуация действительно очень интересная. И в каждом конкретном случае она обусловлена какими-то своими соображениями. Что касается Макрона, то это с одной стороны привычное, хотя внешняя политика Франции за последнее время серьезно поменялась в отношении Украины, но это объевалентность, стремление все-таки иметь какие-то особые отношения, особую коммуникацию с Россией. Плюс уверенность Макрона, это его личное качество в том, что он может убедить, переубедить собеседника. Что касается Эрдогана, вы все правильно сказали, его предложение о посредничестве – это как раз стремление усидеть на двух стульях, стремление доминировать в районе Черного моря, с одной стороны помогая Украине, с другой стороны не допуская усиления России, и с другой стороны не допуская ее чрезмерного ослабления. Таким образом, я к этому отношусь очень скептично, очень осторожно, как и в целом к попыткам быть посредниками между Украиной и Россией. Потому что я абсолютно убежден, что Путин абсолютно не заинтересован в каком-либо соглашении с Украиной, кроме того соглашения, которое будет заключено на его условиях. Что абсолютно снова-таки не подходит и не может подойти нам. Но знаете, с другой стороны, может быть очень наивная позиция, почему не может быть однозначности. Вот очевидно, кто начал эту войну. Очевидно, это варварство и невиданный масштаб военных преступлений против мирных людей в Украине. Очевиден шантаж мира голодом, Европы газом, холодом. Весь мир видит открытый, наглый ядерный терроризм, устроенный российской армией на Запорожской АЭС. Почему кто-то готов на это закрывать глаза? Ладно, Иран, Сирия, Северная Корея с Китаем, но когда мы понимаем, что так можно и о Турции говорить, и может быть где-то о Франции. К сожалению, политика и политика внешняя – это не область, ну как вам сказать, что ли, где господствуют всегда, как и не должны, принципы, нравственность. И отдельные государства, такие как Турция, закрывают на это глаза. Вы помните выражение Эрдогана, его министра национального дел, что у них хорошее отношение и с Россией, и с Украиной, что вы сами об этом сказали, абсолютно приемлемо, учитывая то, как ведет себя Россия, какие преступления она совершает. К счастью, так себя ведут не все государства, и благодаря этому существует фронт поддержки Украины. И очень приятно, что несмотря на внутренние проблемы, которые существуют в отдельных государствах и, видимо, будут усиливаться, мы видим стремление лидеров крупнейших демократических держав продолжать поддерживать Украину. И это очень важно. И не случайно. Именно от них мы слышали о том, что, допустим, от наших британских коллег, что переговоры с Путиным ни к чему не приведут. Олег Владиславович, давайте обсудим также некоторые кадровые дипломатические перестановки, случившиеся накануне. Итак, в Москве ушел с поста посла США в России Джон Салливан, и практически одновременно Евросоюз сменил главу своей депмиссии в Москве. Немецкий дипломат Маркус Эдерер оставил этот пост, и его в ближайшее время сменит француз Ролан Галярак. Почему француз, и что может означать смена сразу двух послов в одно и то же время? Это действительно плановые ротации, или некая дипломатическая игра здесь может быть? Вы задали несколько вопросов. Я попробую, ну, по крайней мере, на большинство из них ответить. Во-первых, почему и тот, и этот? Я не думаю, что Соединенные Штаты и Европейский Союз скоординировали свои шаги. Почему француз? Не надо забывать, что речь идет о после, которую представляет Евросоюз в целом, и поэтому это мог бы с таким же успехом быть, скажем, и Словенец, и Словак, и поляк. То есть, в принципе, это кадровое решение Евросоюза. Я не думаю, что есть конкуренция за то, чтобы быть послом, ну, в частности, Евросоюза в Москве, учитывая, насколько это сложно. Теперь, что касается Салливана, то надо помнить о том, что срок пребывания западных послов, то есть тех государств, в которых существует хорошо влажная система внешнеполитической деятельности, как правило... Три года, да? Около трех лет. Плюс надо помнить, что Салливан был еще назначен и Байдерс его заявлением деятелей государственного департамента, где они тоже вспоминают о семейной какой-то проблеме Салливана, с чем связан его съезд. То есть, конечно, окончательно, можно сказать, зная всю кухню госдепартамента, что там происходит, но так внешне это выглядит, как нормальная ротация, которая происходит в западных посольствах, несмотря на обстоятельства в тех странах, в которых работают послыша или других стран. Ясно. Так что, таким образом... На все вопросы эти ответили, я понял. Еще хотел вот о чем поговорить. В прошлые выходные тысячи людей во Франции, Германии, Нидерландах вышли на антиправительственные митинги. В Париже на акции скандировали «Долой президента». Вот мы видим эти кадры. «Долой президента», при том, что Макрона только вот прошлой весной в апреле избрали на этот пост повторно. А теперь высказывают недовольство его политикой. Олег Владиславович, как следует относиться к этим протестам? И может ли быть так, что у них такой же пророссийский характер, как у тех митингов, которые в прошлое воскресенье прошли в столице Чехии и Праги, где выступали против антироссийских санкций и против поддержки Украины? Я, честно говоря, не думаю. Но к тому, что произошло в Праге и Германии, надо нести все очень серьезно, потому что опросы общественного мнения показывают, что хотя сохраняется сильная поддержка Украины, в то же время возрастает обеспокоенность экономическими проблемами, в том числе проблемы, связанные с уровнем жизни и энергетикой. Плюс, безусловно, работают российские службы. Что касается того, что произошло во Франции, я думаю, тут скорее это связано с социальными протестами. И не надо забывать, что хотя Макрон переизбрался, в принципе, он остается достаточно непопулярным президентом. Несмотря на то, что я считаю большинство его реформ абсолютно оправданных. Но что касается его восприятия во Франции, то довольно сложно. Я бы сказал так. Как это ни парадоксально, у многих, у значительной части французов, Макрон вызывает чувство близкое к ненависти. В этом есть свои причины, об этом можно было бы говорить довольно долго. То есть, я не вижу тут внешнеполитического потекста. Скорее, это потекст социальный и недовольство с Макроном. Потому что последние выборы, если говорить о Калина, были, по мнению многих французов, выборами между плохим и еще худшим. И если бы соперником Макрона на выборах была бы не Мария Ле Пен, а кто-то другой, то, по крайней мере, результат не был бы таким. И вообще он мог быть абсолютно другим. Да, спасибо, Олег Владиславович. Действительно, если говорить о тех протестах, которые проходили и в Праге, и в Кельне, где люди вышли с антироссийскими, чтобы с лозунгами отменить антироссийские санкции, там, вот я сегодня видел социологию, то есть не стоит серьезно относиться к этим митингам. Более 90% европейцев, про что их граждан действительно поддерживают Украину, поддерживают помощь нашей стране в борьбе с российской агрессией. А за этими митингами, как и высказался премьер Чехии, стоят пророссийские силы. И можем понимать, как заинтересовали людей выйти на эти митинги. Хотя, безусловно, есть, наверное, люди, которым просто стало очень непросто жить, и они искренне вышли на эти протесты. Спасибо, Олег Владиславович. Олег Шамшур был с нами на связи. Лучший посол Украины, США и Франции.